Прежде всего я хочу поблагодарить всем, что готовилось наше приглашение. Пришел послушать отрывки из пьес, которые представлены в нашем «Лимонахе». Ну, немного о самом «Лимонахе» и вообще о проекте, который мы представляем. В 2015 году по инициативе представителей научно-квартирской интеллигенции трех стран, Украины, России и Белоруссии, был учреден международный коммунитарный проект «Минская инициатива». Основная задача и цель этого проекта – это создание новых возможностей развития различных форм контактов и творческого сотрудничества представителей научно-квартирской интеллигенции, образовательной интеллигенции трех наших стран. Мы пошли по пути реализации небольших проектов. И вот один из них – это проект издания «Лимонаха Терпоэтик». Он выходит один раз в год, считай, ежегодник. Первый «Альманах» был посвящен молодой поэзии трех стран. Второй «Альманах» представил свои страницы молодым прозаикам. Мы представили малую прозу Украины, России и Белоруссии. И вот сейчас на Варсук мы выносим наш третий «Альманах». Это «Альманах» современной драматургии, в которой представлены молодые драматурги, но довольно известные. Многие из них идут пьесы в ведущих театрах наших трех стран, а также в странах Центральной, Восточной Европы. И вот этот «Альманах» как раз объединяет этих авторов. И уже, ну как, такой анонс. Сейчас идет работа над следующим четвертым «Альманахом». Он будет представлять собой собрание литературологических эссе, посвященных знаковым писателям конца 20-го, начала 21-го века в России, в Украине и Белоруссии. Ну, что касается представления драматургического «Альманаха», обычно драматургические тексты представляются в форме читов. И вот сегодня у нас представят тексты украинских авторов заслуженная артистка Украины, актриса Киевского национального театра русской драмы имени Леси Украинки Анна Гринчак. Значит, я бы хотела прочитать отрывок из одной пьесы. Именно в этом «Альманахе» три пьесы украинских авторов. Я бы хотела прочитать отрывок из одной пьесы. Автор этой пьесы Марина Смельнец, Украина. Ей 27 лет. И она, несмотря на свой достаточно, мне кажется, молодой возраст, она пишет очень интересные пьесы в них. Они очень простые по своей сути, по как бы самому сюжету, но они очень доступны и понятны им по душе, я бы так сказала. Она, вот эта пьеса, о которой я сейчас скажу, она очень простая, это очень простая история, история семьи, в которой есть три брата, и которые оказались в ситуации, когда умер их отец, и они остались совершенно одни. Пьеса сама по себе, она об одиночестве, мне кажется, в семье, как много людей, мне кажется, иногда испытывает, об отношениях. И одним из отличительных, одной из отличительных черт этой пьесы является то, что в ней герои, когда не могут высказать друг другу какие-то вещи, которые у них болят, они обращаются к собаке, которого зовут Кубик. И, собственно, этих монологов очень много в пьесе. Поэтому пьеса называется «Собачья будка». Я бы хотела прочитать, во-первых, сказать о героях этой пьесы и немного объяснить фабулу сюжета. В селе, в Киевской области умирает врач, его трое сыновей, Тарас, 30 лет, Антон, 25 лет и Роман, 17 лет, приехали из Киева, собираются вместе, они собрались вместе на 40 дней со смерти отца. И остаются на ночь в пустом доме отца, где прошло их детство. Неожиданно приходит Аня, их подруга детства, она год назад тоже приехала в Киев, и у нее есть полуторагодовалый ребенок. И она не знает о смерти доктора, и приехала за советом в очень важном для него вопросе. Отец этих ребят, он был доктором, очень хорошим доктором в этой местности. Ну а теперь отрывок самой пьесы. Значит, это двор дома, и Рома, самый младший из сыновей, разговаривает с Кубиком, с собакой. Рома, Кубику, ты там как? Вже спишь? Ты сейчас единственный, с кем мне хочется говорить. Знаешь, Кубику, я не хотела бы, чтобы кто-то всплывался про меня только через то, что его не мучила совесть. Ахиваться не бритко? Ты уявишь, что кто-то из них телефонует мне щетижня, потому что это их обязательство. Я так встречался с Леною в 8 классе. Вона ображалась, что я никогда не говорю, что сумую и люблю ее. И мне доводилось это сказать, что вечером, не потому, что я так хотел, а потому, что нужно, потому что нужно, а иначе она образуется. Проте який сенс, когда человек каже тебе что-то хорошее через силу. Но все постоянно только так делают. А я так не хочу. Я хочу сказать лишь то, что я чувствую. Понимаешь, Кубику? Кубику. Виходить Анюта. Анюта. Ромчику, ты где? Рома. А ты куди? Виходила. Анюта. Сигарети в машине брала. Рома. Можна я трохи проедусь селом? Анюта. Ні. По-перше, где твои права? А по-друге, там у меня где кто спит. Рома. Кто? Анюта. Один молодой человек. Рома. Кто там у тебя? Власный водитель? Анюта. Можно и так сказать? Не запитуй. Рома. А мне попья. Анюта. Краще скажи, навіщо ты с братами сваришься? Рома. Мне не нравится, что люди, которые самым ничего не достигли, пытаются дать пораду и что-то мне диктовать. Кто они такие, чтобы я их слушал? Анюта. Почему ты покинал университет? Рома. А они задовбали. Чтобы там протриматься, нужно говорить то, что не чувствуешь и молчать про то, что хотелось бы сказать. Анюта, уже все так сложно? Это ж всего-навсего работа оператора. Рома. Когда я дозрю что-то снять, университет мне для этого не нужно. Они давлять своими стереотипами и комплексами. Дети совка хочешь сняти документалку, маешь дотримоваться с той позиции, яка найбезпечнейшая в певний час при певній владе. А яка ж грошей на фильм, який мені не вказати в ночь, як знімати. Анюта, який же ты складний, Рома. Прежде раз скажи, як ти зараз живеш, Анюта. Погано, якщо чесно. Але я теж намагаюсь щось змінити, Рома. Ти ж наче заміж вийшла, Анюта. Було діло, Рома. А що сталося, Анюта? Втекла, Рома. Серйозно, Анюта? Не любила я його, Рома. Ясно. А чого ти до батька приїхала? За якою такою порадою, Анюта? Мені запропонували хорошу роботу, і зарплата висока, і перспективи є, але це в Італії. Їхати треба вже завтра, і я дуже хочу. Знаєш, як я тут жила, Рома? Ну, продавала ягоди та консервацію ось тут, над дорогою. Цілими днями сиділа тут і думала, треба чи здохнути, чи тікати звідси. Рома, ну, якщо це якась нормальна тема, і ти впевнена, що тебе не заберуть у якесь там рабство, то їдь, Анюта. От і я думаю, треба їхати, але у мене є маленький син, Рома. Коли ти встигнула, Анюта? Я і сама не зрозуміла, коли. Півтора рочки, а я вже так від нього стомилась. Рома, так це ти від того твого чоловіка дитину маєш, Анюта? Ні, від іншого, Рома. І де ж той інший, Анюта? А той інший хотів, щоб я жила з ним тут, бо в нього тут все. Рома, ти це про кого, Анюта? Не важливо. Важливо те, що я зрозуміла, що не зможу так жити. Забрала малого і поїхала до Києва. Рома, і ти ще кажеш, що я складний? Ну, може це і правильно? Анюта, а хочеш ще одну правду про себе розкажу? Рома, щось не дуже. Але, як почала, то кажи, Анюта, болюча правда. Рома, у мене закалка, відчуваю болю, Анюта. Я кажу, твій батько, поки ми живемо, біль – це єдине, що по-справжньому відчуваємо, все інші ілюзії. Рома, слухай, я вже докорила, мені холодно, то ти чи кажеш свою правду? Чи я піду в дім, Анюта? Єдине, про що я жалкую, так це те, що я втекла з малин, а треба було їхати самій. Не можу я більше з дитиною. Не хочу. Рома, ясно. Анюта, не очікував, що я можу бути такою жорстокою. Рома, ти не жорстока, ти нещасна. І де ж зараз твоя дитина, Анюта, спить у машині, я ж казала. Рома, ти зовсім хвора, чого ти його не занесла в дім? Анюта, я поки що не хочу, щоб хлопці знали, будь ласка, не кажи їм, він спить, я перевіряла, все добре, але я вже зараз їхатимуть, я не хочу, щоб вони знали. З хати виходить Антон. Анюта, будь ласка, тільки не кажи їм, поки що. Антон до Роми, малий, дай сигарету. Ромка, не дам, поки ти будеш мене так називати. Антон, малий? Аня, він не розуміє, що завжди будуть для нас малими. Давай, Ромка, подавись. Кинув пачку Антону. Антон, дякую, малий. Анюта, з тобою постояти? Антон, ну постій, як не боїсься. Анюта, тебе? Антон, ну да, раніше завжди від мене тікала. Анюта, а що з тобою робити? Антон, ну не скажи. Не тікала б, може я на тобі одружився б давно. Анюта, ага, ти це кубику розкажи. Може він і повірить. Анюта заходить в дім. Антон стоїть на вулиці, курить і розмовляє з псом. Антон, кубику, і чого це люди собі все так ускладнюють? Ну ти ж не сумуся за тою сучкою, за якою тиждень бігав по селу, а ми тебе ледве впіймали. Аж схуд, так вона тебе замотала. Хіба ти інколи згадуєш про неї? Зробив діло і забув. Що ж у людей все так по-дебільному? Кубику, ти знаєш, які в мене дівчата були? За мною їхні чоловіки, олігархи, з рушницями по пущі водиці бігали. Моделі. Куди там цій? Ані. Несчастя. А я все думаю, як би я залишився тут і одружився на Ані. Яке б тоді життя могло бути? Та жахливе. Винесла б вона мені мозок за місяць, але все одно думаю. Давно її не бачив. Гадав, що вона подурнішала, розтовстішала, якоюсь затасками встала. А оце побачив. Вона і справді гірше встала, наче постарила. А що з того? Усередині все перевертається. Дотркнулася до лиця, я ледве не розривився. Що їй казати? Як поводитись? І якби я просто її хотів, як інших, то нема проблем. Завів би насцінувал ще тоді, а тут щось не те. А що? Собака, кубик, проте знати не може. Та не скарчити. А то і я сам зараз завидю. Подвір'я. Анюта одна звертається до кубика. Прощавай кубику, мій хороший. Бачиш, людина, на відміну від собаки, здатна піти від тих, кого любить. Коли побачиш його, визни у ніс. Передай привіт. Я знаю, що зустріти когось, хто хоч трохи схоже на нього, нереально. Якщо такі існують, то я вже переросла той від, коли можна когось ось так обожнювати. Так безжально до себе. Але подумай сам, кубику, чи могло статись якось інакше. З дитинствами в мене оточували одне бидло, незграбні, тупі, а тут він, лікар, розумний, освічений, добрий, охайний, завжди пахне дорогим парфумом. Кожного вислухає, кожному прийде на допомогу. Я таких, як він, лише у кіно бачила. Мені 19-річній, яку вже тягло до якогось іншого, особливого життя у цьому богом забутому селі. Ніхто, крім нього, сподобатись і не міг. Але наважитись на такі відносини було непросто. Потім, потім зустріла того придурка з ясенів. Здавалося, щось може бути. Він, наче, з себе такий симпатичний, а пожили трохи. Таким тупорилем виявився. Промучилась два роки і знову сюди повернулася. І вже тоді точно вирішила, що крім лікаря, мені ніхто не потрібен. Ну і що, що йому давно за сорок було? Він завдяки здоровому способу життя виглядав набагато краще за моїх однолітків, які сутками не просихали на диспететах. От тоді все і почалося. Сама до нього прийшовувалася. Складніше за все було все приховувати, адже ти сам знаєш, які у нас люди злі та зазрісні. Так і жили у різних хатах, у страху, що хтось дізнається. А коли я вже завагітніла, то настав час що змінювати. Він хотів, щоб ми почали жити відкрито. Я просила його поїхати звідси. Але чи знаєш, що таке для чоловіка в такому віці відмовитись від репутації, від того місця, до якого він вже звик, де його знають, поважають? Я читала десь, що це у жінок любов завжди на першому місці. А от у чоловіків зазвичай буває щось інше. Ну, наприклад, принципи. Він казав, що наш дім тут, у цій бонючій березівці. От я і вирішила терміново щось змінити, не дивлячись на свій стан. Адже, яке майбутнє може бути з чоловіком, який навіть не намагається тебе почути? Ну, хіба мене не можна зрозуміти публіку? Дякую. В смысле, спосібо, да. Переключатися з одного языка на другое. Дякую. Дякую. І мені хочеться ще раз розказати о самому мальмонахі, тому що отон імє таке публікуське формування, де-то оно перекликається з традицією формування журнала «Юність», так було задумано стару, і оригінальні іллюстрації к третьому мальмонаху виконали известні українські художниці, участники многих проєктов Минської ініціативи Татьяна і Петерина Очереджі. Даня, каці, сьогодні історіюватися і я розкажаю, щоб вони сказали пару слов про своєму участь в цьому проєкту і своїх впечатлений по поводу Монаха і з інших проєктів ініціативи. Добрый вечір всім. Ми дуже благодарні, ми дуже раді, що маємо можливість участвувати в цьому проєкту і що наші роботи украсили альмонах Терапайтика 18-го року істані. Роботи создані для альмонаха в традиційно графічних техніках, в техніке афортелі, на гравюрі, напечатані графіка, вони подбирались і немного видоизменялись для того, щоб використовувати і украсити альмонах, тому що вони вставалися в течіні длительного періоду, в течіні примерно 5-6 року, і вони подбирались більше ассоціативно, більше на ощущеннях, наскільки вони можуть і можливі либо немножко усилить впечатление от пьесы, которую они иллюстрируют. Поэтому для нас это большая честь, это очень ответственно и замечательно, быть частью этого прекрасного проекта, почитать прекрасные произведения, потому что мы их читали в электронном виде. Это очень волнительно. И произведение влияет по-другому, когда ты читаешь в электронном виде и когда ты читаешь в бумажном виде. И некоторые произведения ищешь в альманахе и с удивлением обнаруживаешь, что они написаны совершенно на другом языке, чем когда ты читал, потому что читая, к примеру, русские тексты и украинские, я как-то не обращаю внимания, на каком языке читаю. Если оно увлекательно, если замечательно, ритмика, если эмоционально, оно тебе близко. На белорусской речи усложнение. Читалось. Читалось. И про другие проекты Минской инициативы скажет моя сестра, потому что меня всегда обвиняется в том, что я слово беру слишком долго. Так что, Танюшка, давай. Я тут дополню, что мы привыкли чаще всего работать с мертвыми писателями, с классиками, потому что издатели всегда вкладывают деньги и не хотят, чтобы был хороший продукт. И тут нам дают тексты, потому что, понимаешь, эти автороживы. Насколько интересно потом пообщаться, слышать, как они читают свои же произведения. Это удивительно. Ты учишься, тебе классика подойдет. А тут люди, которые рядом ходят, они чувствуют этот мир, они живут, они дышат этим же самым воздухом, как и ты. И вот как интересно смотреть, как ты смотришь на этот мир и как они смотрят. Мы смотрим это картинками и образами, а не текстом. Немножко это как-то диссонанс, как у нас, как у Творцов, потому что тяжело объяснять свои работы словесно. Вот у вас картинка, все как хотите, так и понимаете. И вот интересно было именно с этой точки зрения поработать, подобрать работы, как-то на них по-другому посмотреть и связать это с текстом. Поэтому спасибо за такую возможность живым, поработать с живыми людьми. По поводу других проектов, мы участники «Трех Софий», где принимали участие по четыре художника из трех стран, Украина, Россия, Белоруссия. В этом году был еще второй проект, где принимаются художники, но уже работали с живыми людьми. Так как в этом году юбилей Репина, мы работали с Дравневой, где его была дача. Мы работали с людьми, которые жили там и живут до сих пор, и родственники людей, которые общались с самим гением. Поэтому что уже следующее будет, это уже, наверное, в дальнейшем какие-то еще будем продолжать делать интересные проекты, чтобы удивлять людей, объединять людей. И чем дальше, тем, я думаю, что будет все увеличиваться, увеличиваться. Потому что с такими людьми, как мы работаем, это просто блаженство работать, это приятно. Спасибо вам, Дмитрий, Тамара, всей вашей команде, за то, что вы делаете для нас, для людей, за тот праздник, который вы даете нам. Спасибо вам большое. Спасибо, что пришли сегодня послушать нас.